Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. После того, когда было снято видео, как укупоривать крупы, муку и прочую покалечину, сыпучую под вакуумом в пластиковых бутылках, вышло видео. Вот, кстати, мука, которая была в то время и запакована, вот она сейчас, то же самое, всё, как видите, под вакуумом. Значит, ко мне начали обращаться достаточно количество людей с просьбой, чтобы можно было укупоривать вот такие бутылки, вот такие бутылки, например, вот такие бутылочки. Значит, нужно было сделать какое-то простое устройство. В первую очередь, мною, был модернизирован вакуумный укупорщик Медведева серии Light. Я его дополнил ещё одной колбой вакуум-экраном, с помощью которого можно вакуумировать прекрасно все вот бутылки и стеклянные, и пластиковые, и в том числе стеклянные. Перенастройка осуществляется буквально мгновенно. То есть, это снимается вот так вот, и, например, устанавливается для того, чтобы вакуумировать банки. То есть, всё это элементарно. В чём недостаток данного устройства? Прежде всего, это цена. То есть, если вам не нужно укупоривать 400-500 банок или бутылок в час, то есть, вы исключительно берёте для домашнего использования вещь, то, наверное, заплатить вот за такой полный комплект, да, то есть, из трёх вакуум-экранов, вакуумного укупорщика, вакуумного насоса, шланга, то есть, вот полностью под ключ комплект, 50 тысяч рублей, наверное, это достаточно дорого. Не стоит, скажем так, если у вас нет производства, это делать. Поэтому я немножко подумал и решил сделать более простое укупорочное устройство. Но, опять же, оно не универсальное на все типы банок, как вот одно, а оно по частям. То есть, у нас имеется следующая вещь. Давайте посмотрим. Вот у нас основные типы крышек. Вот они. Эта крышечка для пластика 50 мм, эта 40 мм, эта 30 мм. А 90% рынка укупорки пластиковой тары имеет именно вот такие размеры. Для этого было сделано моё устройство. Так вот, давайте попробуем завакуумировать, ну, например, вот такую бутылочку. Она пустая, сейчас я попробую её завакуумировать с помощью своего устройства. И дальше её просто должно сжать. Значит, источник вакуума представляет собой шприц. Шприц Жанэ, так называемый. Значит, устанавливаем головку, набросив крышечку. Ну что, давайте смотреть, что получится. Раз. Два. Ой. Всё. Вот видите, что происходит с бутылкой? Вот. О-о-о-о! Вот. Вот эту бутылку мы полностью сейчас завакуумируем. Вот сейчас мы её закрутим. Да? Вот. 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 Она закручена. Вот смотрите. Вот как мы её сделали. Вот раз бутылка. Теперь давайте возьмём другую бутылку. Вот эта бутылка побольше. И вы видите, что у неё другое горлышко. А значит, её эвакуумировать будет немножко посложнее. Но, тем не менее, опять же, это возможно. При должной сноровке. То есть, раз. Вот. Смотрите. Как бутылка ужимается вся. То есть, но я должен как бы это вот поддерживать. Вот. Видите? Это вот у нас была бутылка с энергетическим напитком. Вот видите, как её всю колбасит. Вот. Поэтому, если вы внутрь насыпите крупу, то у вас так колбасить её не будет. А вот если у вас будет вода, ну, вода выльется. Ну, как видите, мы её завакуумировали. Теперь мы закручиваем. Всё правильно. То есть, мы всё это делаем. Вот. И снимаем головку. Всё. Вот она у нас закручена. Она заколбашена. Вот. Это вторая бутылка. Вот теперь у нас есть вот такущая бутылка. Это из-под ляцкого кваса. Значит, хочу обратить внимание, что здесь есть ручка. Эту ручку надо снять. Значит, давайте попробуем точно так же. Вот берём пустую бутылку. Значит, набрасываем пробочку вот так вот. Вот так вот закручиваем чуть-чуть. Ну, не до конца. Устанавливаем наше устройство. И давайте попытаемся завакуумировать большую бутылку. Но чем больше бутылка, тем её дольше надо вакуумировать. Вот. Поэтому я её вот сейчас так положу и буду вот так качать. Вот смотрите. Кстати, очень удобно для мусорных рёдер. Вот. Значит, опять же, мы должны обязательно закрыть. Вот. Вот мы закрыли пробочки. Вот оно всё присосалось. Вот смотрите. Вот. Вот это вот. Что остаётся? Воздух тут вообще не остаётся. Значит, вот мы с вами посмотрели, да? То есть, идеально укупорены эти бутылки, смятые. Значит, для того, чтобы укупоривать сороковую и пятидесятую, скажем, пробки, существует вот такая насадка. Вот. Ну, бутылки, я думаю, уже неинтересно делать, лишнее время тратить. Поэтому я вам покажу сейчас другую насадку для того, чтобы укупоривать непосредственно стеклянные банки. И вот эти стеклянные банки, опять же, для крышки с горловиной 382. Самая распространённая, самая народная крышка. Вот это устройство. Значит, вот здесь, на нём, на этом устройстве написано. Вот оно. Вакуумный укупорщик Медведева. Вот он. И, соответственно, указаны наши сайты. www.medvedevs.com И сайт укупорка.рф Это, чтобы вы не потеряли нас. Значит, теперь, как это всё работает. Значит, всё то же самое. Берём, подсоединяем. Опа. Наше устройство. Вот у нас есть баночка. На баночке крышка РСБ. Так называемый щёлкающий центр. Оденем наше устройство. И немножко покачаем. Совсем немножко. Вы видите, как проминается, да, вот эта вот крышечка? Вот. Опа. Завакуумировали. Теперь мы закручиваем нашу крышку. Мы её закрутили. Всё. И теперь мы просто снимаем вот это вот устройство. Вот оно. Оп. Сняли. Давайте смотрим на баночку. Всё утянуто. Теперь давайте откроем и послушаем. То есть, вот такие простейшие устройства есть. Ну, они специальным образом рассчитаны, естественно. То есть, изготовлены они из пищевого полиуретана. Вот. Ну, а это вот обычный шприц. Значит, данные устройства могут приобретаться как по одиночке, так и комплектом. Средняя стоимость одной вот такой штуки, одной такой насадки, приблизительно в районе 5-6 тысяч рублей на сегодняшний момент. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.